Для большинства англичан в 17 столетии было очень легко забыть о существовании России. У Британии не было здесь стратегических и даже торговых интересов. Если между двумя государствами и шла торговля, то она была крайне незначительна. Однако в 18 столетии Россия становится важным фактором в европейской политике. Со времен Нельсона британцы воспринимали Средиземное море как британское озеро и не готовы были терпеть присутствие кого бы то ни было еще на этом озере. Они с трудом мирились с присутствием французов, но появление там русского флота, хорошо обученного и оснащенного, угрожало британским линиям коммуникации с Индией. Британские государственные деятели очень опасались за эту линию, которую, как это продемонстрировал Наполеон в 1798 году, так легко разорвать. 5 июня 1976 года, день начала шестидневной арабо-израильской войны, стал днем рождения советской 5-й Средиземноморской эскадры. На постоянное боевое дежурство встало 40 боевых кораблей, в том числе 14 атомных и дизельных подлодок. 5-я эскадра существовала практически в симбиозе с 6-м Средиземноморским флотом США, постоянно сопровождая его во всех передвижениях. Первая антирусская истерика в британском парламенте. Это 1788 год. Русские взяли Очаков. Это русско-турецкая война, которая открыла освоение Новороссии. Высокомерие русского кабинета становится нетерпимым для европейцев. С западением Очакова видны цели русской политики на Босфоре. Русские скоро выйдут к Нилу, чтобы занять Египет. Будем же помнить, ворота на Индию ими уже открыты. Уильям Питт-младший, премьер-министр Британии, 1791. В марте 1791 Питт пытался согласовать с Пруссией текст ультиматума России с требованием отказа от присоединения Очакова и установления границы с турецкой портой по Днестрову. Англичане снарядили огромную эскадру почти в сотню кораблей. Мы не только превратим Петербург в жалкие развалины, но сожжем и верфи Архангельска. Наши эскадры настигнут русские корабли даже в укрытиях Севастополя. И пусть русские плавают потом на плотах, как первобытные дикари. Уильям Питт-младший, премьер-министр Британии, 1791. Тогда Питт потерпел поражение в полемике со своими оппонентами-либералами. Но главным мотивом британской уступчивости стала новая угроза – Бонапарт. Продолжение следует...